Детское радио представляет Про кошек, про собак Мой котенок, мой щенок Лучший друг на свете И когда играешь с ним Веса не для скуки Но не надо забывать Это те же дети Их лечить, учить, коррвить Нужно по науке Привет, дружок! Я доктор Добряков Много лет я изучаю животных и растения А теперь вот рассказываю тебе о них Всякие интересные истории Если я опишу тебе собаку Этой довольно редкой породы То ты сразу же поймешь, о ком пойдет речь Даже если не знаешь, как эта порода называется Не веришь? Ну вот давай попробуем Это небольшая собака По колено взрослому человеку Можно сказать, собака средней величины Но со склонностью к полноте Окрас грязно-белый, песочный или черный Мех короткий и плотный Шкура просторная, свисающая И вся в сплошных складках Особенно много таких складочек и морщин на морде Нос толстенный, ушки крохотные А глаза и вовсе не видно В глубоких складках лица Пасть язык синий, словно собака На локало с чернил Угадал? Ну, последняя подсказка На древнем китайском языке Название собаки означает Песочная шерсть Да, это шарпей Между прочим, это очень древняя порода Ей по самым скромным подсчетам Более двух тысяч лет Где она появилась, теперь уже Никто точно сказать не может То ли на берегу Китайского моря То ли в горных районах Тибета Зато известно, что древние предки шарпеев Были намного больше, мощнее И обладали отважным характером Они не только охраняли дома и хозяев Но даже участвовали в собачьих боях Правда, для этого их опаивали Специальным зельем, пробуждающим злобу Поскольку по природе Эти собаки совсем не задиристы Так что если сейчас Кто-то тебе начнет хвастаться Что его шарпей или чао-чао А чуть позже я тебе объясню Что это ближайшие родственники Так вот, если шарпей или чао-чао Происходят от боевых Или бойцовых собак, которые волков пополам перегрызли Ты в спор не лезь, а просто снисходительно улыбнись И имей в виду, что это были совершенно другие собаки Мало похожие на своих декоративных потомков Есть и еще один не очень приятный момент В древности предков шарпеев еще и ели Да, была такая традиция в Юго-Восточной Азии Употреблять в пищу собак и даже кошек Ну, сейчас ее, слава богу, искоренили И сегодня в Китай везут собак со всего света Чтобы держать их дом исключительно В качестве домашних любимцев Ну, своих-то не съели Ну, вот к середине 20 века Шарпеи совсем пропали И только героическими усилиями страстного энтузиаста из Гонконга Которого звали Мат-Го-Лав Удалось спасти эту необычайную породу Господин Мат-Го-Лав колесил по самым отдаленным провинциям своей страны И провинциям соседнего Таиланда Отыскивая чудом уцелевших шарпеев И создал первый в мире питомник по их разведению Так удалось спасти едва ли не самых необычных собак А теперь перейдем к другой китайской породе Чао-чао У китайцев есть такая легенда Что в отличие от других собак, происходящих от волков Чао-чао произошли от медведей Действительно, чао-чао, особенно рыжий и черный Удивительно напоминают карликовых мишек Но, как ты понимаешь, это всего лишь внешнее сходство На самом деле они произошли от тех же древних предков, что и шарпеи Что, кстати, доказывает их точно такой же синий язык Но есть и другая, более достоверная легенда Похожая на правду Чао-чао разводили в горных монастырях, куда не пускали чужеземцев Именно там появились собаки удивительного голубого окраса Гораздо чаще встречаются рыжие и черные О них еще в 13 веке писал великий венецианский путешественник Марко Поло Но только в самом конце 18 века Один молодой английский офицер привез из Вест-Индии пару необычных собак Которых, по его словам, местные жители разводили для еды, как баранов Вот так первые Чао-чао появились в Европе Надо тебе сказать, дружок, что они сильно отличались от нынешних Я внимательно разглядывал фотографии Чао-чао начала 20 века И сразу же заметил, что гораздо больше они были похожи не на медвежат, а на маленьких лайк Или шпицов с вытянутыми лисьими мордами Так что современный, причудливый облик и Шарпеев, и Чао-чао Это все-таки заслуга заводчиков нашего времени А не древних китайцев До встречи, дружок И до новых историй Про кошек, про собак